Самое прекрасное, что есть на этом свете, это мать, руки мамы. Что могут быть прекраснее их? И вообще, после смерти матери, вся жизнь теряет краски. После смерти матери, жизнь теряет краски. Любая утрата в этой жизни восполняется, даже брат, даже сын, кроме матери. Ее утрату ничем не заменишь. Все люди, которым ты жалуешься на проблемы, как только отходишь от них, они забывают про тебя, кроме матери. Она встает в последнюю треть ночи, делает омовение и в земном поклоне молится за тебя, просит для тебя благополучия, и это не все. Утром она еще раз спрашивает, как обстоят у тебя дела. В этом мире нет человека, который бы беспокоился за тебя так, как твоя родная мать. Да, это и невозможно. Поэтому, если твоя мать еще жива, то воспользуйся этим шансом. Ведь она источник любви, мягкости и милосердия. Она еще источник молитв за тебя. Любого человека в этом мире нужно просить сделать за тебя дуа, даже своего сына. Например, когда он едет в Мекку, ты говоришь ему, «Сынок, не забудь сделать за меня дуа, кроме матери и отца». Их не нужно просить сделать дуа за тебя, потому что они и так едут туда для этого. Все тяготы этой жизни кажутся ничем, когда твоя мать живая рядом с тобой. Поэтому прояви заботу о ней. Вот, например, прямо сейчас, когда ты смотришь это видео, спроси себя, какое блюдо любит твоя мать больше всего? Хотя бы только блюда. Какие благовония предпочитает она? А что она любит еще? Что же это за нерадивость? Вспомни, сколько раз сказала тебе твоя мама, «У меня на счету нет денег», и сколько раз это сказала твоя жена. И ты узнаешь разницу. Узнаешь, откуда такая нерадивость в отношении своей родной матери. Я не против жен или сыновей. Я против несправедливости по отношению к матери. Мать — это ключ к твоему абсолютному счастью в обоих мирах. Поэтому смотри, не потеряй его. Сделай довольство матери своей самой главной и высокой целью в жизни. Вот завтра у нас выходной, и каждый из нас планирует пойти куда-нибудь отдохнуть со своей семьей, оставив своих матерей дома. И вот так всегда думаем только о женах и детях, и забываем о матерях, хотя они больше всех заслуживают нашего внимания и заботы, особенно в старости, когда голова покрылась сединой. Кроме нас у них нет никого. Например, чтобы угодить кому-либо из людей, нужно дать ему денег или оказать услугу, но только не твоя мать. Ей достаточно одной твоей улыбки, или одно смс-сообщение, или один звонок. «Мама, как твои дела?» «Как ты видишь?» Только мать заменяет весь мир вместе взятый. Поэтому прояви внимание и заботу о ней. «Мама, как твои дела?» «Мама, как твои дела?» «Мама, как твои дела?» «Мама, как твои дела?» «Мама, как твои дела?»